Расчеловечивание Это пациентка с онкологическим заболеванием и с грыжей, с тяжелейшим болевым синдромом и с асцитом. У нее было одно-единственное назначение. Назначение сделано психиатром этого учреждения. Четыре разных вида мочегонных для уменьшения асцита. Все. Когда я говорю, что у них болит, в ответ я слышу, что не болит. А когда подхожу, чтобы посмотреть, не трогайте их. Когда их трогаешь, они кричат. Они кричат, потому что больно. А когда не трогаешь, не кричат. Это значит, что болевой синдром есть у каждого. Лечение аутоагрессии в ПНИ. Вот такое. Связывание и детей, и взрослых. На крайне справа фотографии лежит человек под очень тяжелым одеялом, вес которого до 37 кг. Это очень дорогое средство лечения аутоагрессии. Очень дорогое. Действительно. Только используется не так. Он под ним находится 24 на 7 в 36 градусной жаре. У него жуткая потница и пролежни. И мне сказали, я говорю, как? Почему вы это используете так? Его же нужно просто класть на ногу, на спину, на 15 минут, на 10 минут в день, чтобы человек начинал осизать свое тело. Но была предыдущая проверка. Нам посоветовали купить, и мы тут же купили. У людей нет знаний, нет опыта. Им предыдущая проверка посоветовала купить, но не научила использовать. И они используют вот так. Вы видите на стене такая вот вытертость. Это вытертость от того, что когда человек не лежит, а сидит, он вытирает своей спиной головой спину. Это единственные движения, которые ему доступны. Каждый из нас, приходящий на проверку, когда вы видите в течение дня людей с амимичным выражением лица, которые просто лежат на кроватях. Особенно в отделениях милосердия. Ведь это так просто ухаживать за теми, кто лежит. Когда я в детстве играла в куклы, я всегда их только спать укладывала и переодевала. Вот они, эти куклы. 157 тысяч человек. Используют их как меру наказания. Изоляторы – это система наказаний для больных и невиновных людей в учреждениях социальной защиты по всей стране. Посмотрите, решетки, двери изолятора – это не тюремная камера, это не выдача заработной платы справа. Для лежачих больных мало что есть важнее гигиены. Частота, залог здоровья – вот она, ванная для мытья лежачих обеспечиваемых. Помыть в такой ванной никого невозможно. А это те самые банно-прачечные комплексы. Что плохого, сказала мне Катя Шульман, когда я в предыдущий раз об этом сказала. Вот что плохого. В ванно-прачечном комплексе нету тазиков, нету кувшинчиков, нету шампунчиков. Посмотрите, что в них есть. В них есть душ-шарко. И один раз в неделю, в банный день, когда людей выставляют вот так в шеренгу и моют из этого душа, поливают. А вот палец я держу – это то, как промывается грязь. Это я вам самые щадящие показала фотографии, когда вот здесь, между пальцами черное. Душам шарко такое нельзя отмыть. Система ПНИ и ДДИ, да, я это утверждаю, это современный гулаг для престарелых и инвалидов. Противиться реформе социальных учреждений значит быть сторонником геноцида собственного народа. Справка, которая слева, это справка с самовольно написанным отказом от всяческого лечения, вплоть до летального исхода. В одном из отделений милосердия в учреждении у нас в стране 32 человека и 32 таких справки у каждого, кто там находится. В учреждениях социальной защиты, в отделениях милосердия, в ПНИ и ДДИ смерть сегодня наступает раньше, чем заканчивается жизнь. И выглядит это вот так.